Дома-2 Он заявил о своем возвращении, он написал «Сидел на Олимпе и вдруг стал участником Дома-2, уже еду со всеми ребятами на поляну». Зрители уверены, что Семен пришел не за новыми отношениями, а для пиара своего клипа. О новенькой Элине всплыла вся правда. Напомним, эта девушка пришла и заявила, что родила ребенка от Глеба Жемчугова. Оказалось, она известна в своем родном городе как легко доступная женщина. Она трижды делала попытки шантажировать своим ребенком различных мужчин. На поляне Элину тоже быстро вывели на чистую воду. Девушка призналась, что и сама не помнит, кто является отцом ее ребенка. Она была пьяной во время зачатия. Позор Элины мы увидим через шесть дней в эфире. Катя Король вернулась на поляну в новом имидже. Участники отмечают, что ей очень идет новый цвет волос. Она заметно похорошела, сияет и цветет. А подписчики в комментариях пишут, что ничего особо и не изменилось, а наоборот, девушка даже выглядит постаревшей. Король поговорила с Денисом Козловичем, который очень ждал ее на поляне. Но она не простила его за откровенный танец с Натальей Бичан. И их пара не воссоединилась. Алексу Гулиеву все еще нравится девушка Яна, которая сейчас с Андреем Черкасовым. Он хочет добиваться ее. Алекс пишет, мне пофиг, что будут говорить, мол, не унижайся или забей, сама придет. Я не собираюсь сидеть и ждать. За свое счастье надо бороться. Ребята на поляне считают, что Андрей Черкасов и Вика Романец воюют между собой. Пара Андрея с новенькой Яной, а также пара Вики Романец с Тимуром фиктивные. Андрей и Вика просто прикрываются отношениями с другими людьми. Они делают это все назло друг другу, а на самом деле хотели бы быть вместе. Оля Рапунцель продолжает унижать своего парня Диму Дмитренко. Она говорит, что хочет от него в подарок дорогие брендовые очки. У Димы нет таких денег, поэтому он пытается занять у кого угодно, только бы Рапунцель была счастлива. А пока желаемых очков нет, Оля носит те очки, которые подарил ей бывший клиент. Тоже недешевые, стоили 60 тысяч рублей. Кристина Лисковец призналась в любви Феде Стрелкову. Она обрадовала парня с утра и оставила для него любовное послание. Влад Малеванов остался единственный из тех пяти новых парней, которые появились в массовый приход на проекте. Он устроил романтическое свидание для Саши Харитоновой. Саша сказала спасибо его маме за отличное воспитание. Зрители уверены, что маму упомянули не случайно, наверняка и ее потянут на проект. Все сошлись во мнении, что мама Влада выглядит отлично, даже лучше Харитоновой. Вова Гаути убедился в правильности своего выбора, что Катя Гужвинская действительно подходит ему по всем параметрам. Он пишет, многие ставят нашу пару в пример, средства массовой информации пишут о том, что мы одна из самых крепких пар. Басков на ток-шоу сказал, что мы самая искренняя и приятная пара. Все это, безусловно, только скрепляет нашу пару и говорит о том, что я сделал правильный выбор. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго! Субтитры подогнал «Симон»!